Ну, ведите занятия, все. Ну, ведем занятия. Дальше, 19-20 стихи. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Толкование. Под соглашающимися, разумеется, сходящиеся не на земле, не на зло, но на добро. Ведь и Анна, и Каиафа соглашались же, но на зло. Дальше. 21-22 стихи. Тогда Петр приступил к Нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату Моему согрешающему против Меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до седьмидежды семидесяти раз. Толкование. Петр спрашивает вот о чем. Сколько раз я должен прощать его, в скобочках, брата, если согрешит, и потом, раскаившись, придет и будет просить прощения? К словам, если согрешит, он присовокупил против Меня. Это потому, что если кто согрешит против Бога, того я, простой человек, не могу прощать, а может простить разве имеющий божественный чин священник. Если согрешит против Меня, и потом я прощу его, то будет просчет, хотя я и простой человек, а не священник. Господь сказал, до седьмидежды семидесяти раз, не с тем, чтобы ограничить числом дело прощения, в скобочках, странно было бы сидеть и высчитывать до тех пор, пока не получится число четыреста девяносто, которому равняется седьмидежды семидесяти. Но означает, таким образом, неопределенное число раз. Как бы и так говорят, сколько бы раз кто не согрешил, и потом покаялся, прощайте ему. На свет ничего не видать. Хорошо. Двадцать третий, двадцать седьмой стих. Посему Царство Небеское подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал считаться, приведет вдруг к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государю приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и кланясь ему, говорил, государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Толкование. Мысль этой притчи научает нас прощать нашим сурабам согрешение их против нас, особенно же, когда они кланяются в ноги нам, прося прощения. И здесь снять подробностью кличу может тот один, кто имеет ум Христов. Царство есть, Слово Божие. И никакое либо малое царство, а небесное. Продажа должника с его женою, детьми и всем имением означает отчуждение от Бога. Ибо проданный делается рабом другого господина, то есть дьявола. Под женою должно разуметь плоть, супружницу души, а под детьми худые действия, производимые душой и телом. Сию-то плоть повелевает предать сатане на истязание, то есть предать болезням и мучениям демонскому. Велик так же связать и детей, то есть деятельные силы зла. Так Бог иссушает чью-либо руку, градущую, или связывает ее посредством какого-нибудь демона. И вот жена, плоти, дети, злые действия, преданные изнемождению, да дух спасется. Ибо человек тот уже не может воровать. Смотри, какая сила покаяния. И как человеколюбив Господь, покаяние в зле заставило раба упасть. В скобочках, кто крепко стоит в зле и не падает от покаяния, того нельзя и простить. Посему, милосердие Божие простило весь долг, хотя раб не просил совершенного прощения. Не просил совершенного прощения, а просил только отсрочки. Ну это что говорит о жестокосердии его, да, что он вроде как себя и не считает винователем. Да? Или нет? Если он просит отсрочки, то есть он согласен с тем, как он живет. Может быть, скажет, что он спасающий, но еще немножко отойдет это... Он говорит, что покаяние в зле заставило раба упасть. То есть он, значит, он все равно покаялся. Кто бы думал, что долг просил? Ну, подожди, я все равно отдам. Просит он о том, что самое малое может исполнить Господин. Он не рассчитывал, что будет весь прощен долг. С чего бы ради? Ну так вот, вот, видел, что у него такое расположение. Просил, мы здесь его. Ладно, прощайте. Дальше надо? Я читаю. 28-35 стихи. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. И, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал на камеру, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видев, пришедшие, очень окопчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отество Небесное поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешение его. Толкование. Никто из пребывающих в Боге не бывает бессострадателем. А только тот, кто удаляется от Бога и делается чуждым ему. Раб, получивший прощение, непрестанно, несравненно большего долга, десяти тысяч талантов, не хочет не только простить несравненно меньшего ста динариев, но и отсрочить, хотя должник просит его теми же самыми словами, какими тот просил в царя, напоминая тем, как сам он спасся. Здесь представляются ангелы, ненавидящие зло и любящие добро, ибо они сослужители того злого раба. Говорят же они это Господу, никак не знающему, а для того, дабы ты знал, что ангелы суют наши защитники, и что они не любят бесчеловечных. Господь производит суд над злым рабом из человеколюбия, чтобы показать, что не он, а жестокость и неблагодарность раба лишает милости. Каким мучителям предает? Конечно, карающим силам на мучение вечное, ибо словам, пока не отдаст ему всего долга, значит, да то ли пусть мучится, пока не воздаст. Но он никогда не воздаст долга, то есть никогда не кончит должного и заслуженного наказания. Ибо в ваде нет покаяния, следователя он всегда будет под наказанием. Желает же, чтобы отпущение было от сердца, а не от одних уст. Представьте теперь, какое зло по метазлобе. Оно лишает даже и дарованного дара Божия. Хотя дарование Божие нераскаянное, но от нашей злобы и они теряются. А что значит, как понять? Дарование Божие нераскаянное. Нераскаянное. То есть, непонятно. Батюшка, может ты сказать? Что значит, дарование Божие нераскаянное? Но от нашей злобы и они теряются. Да нет, уж избрали этот путь и детей. Некоторые слова, даже по 17 веке, это ворот, и речь он будет у нас о себе и понятен. Слово, может быть, в смысле не заслужен, для равняка Божия, которое, наверное, сказали. Но от нашей злобы и они теряются. Слово смысла нет. Вы на это место не скажете что-нибудь? А зачем говорите? Вы избрали этот путь, чтобы я не говорил-то. И сидите. Три минуты не хотели подождать. Вы же знали, чем кончится. И зима впереди будет. Притом не один не встал, не сказал. Три минуты. Подожди. Я мечусь, что угорело из дома в дом. Ищу, а вы свободно, говорит, на мое седалище сели. Я сам не сажусь туда. Вы избрали, сделайте сравнение потом. Скажете, что же там и делаем. Я в самом начале сказал, что надо начать сначала. Батюшка восстал. Зачем? Как? То, что мы помолились, мы помолились не действительно. И что, нам помешает молитва? Только на камеру. Молитва, раз, и нам помешает? А мы сколько раз начинаем, бывает? Давайте разом начнем. Занятия не действительно, если без камеры начали. Это уже не литургия. Вы помешались на этой камере уже. Ну все, вот видите как. Что-то хочу. Вначале помолились без камеры, теперь не знали. Ты ушел. Ну а почему ни одни не сказал? Вы пошли картошку грузить. Кто знает, через три минуты или через 33 минуты придете? Ну и можно узнать, два дома рядом-то. Послали посыльного. Ого, нафигайте. Короче говоря, вы избрали. Какая обида, ты надо же. Какая обида? Я хочу вам показать. Ну что показывает? Ты показывай, как вы обиделись на это. Ну опять обида, ладно. Без обиды, продолжайте. Ну как, дальше присоединились в начале боевых отрасли. Это все. Нет, вот три минуты не записали на камеру. Все. Это уже не действительно. Это в право пошло все. Ну, ты сами это подумаешь. Нет, правильно, Игнатий. Ну это же не правильно. На камеру три минуты не записали. Ты во-первых ушел, ты не сказал. Вы почему здесь ничего не сказали? Не сказал даже на сколько. Правильно, Владимир? На три часа, на три ушли. Мол, ты ушел и все. Нет, мы должны бежать искать. Ну, понимаем, вы там заняты, картошка. Да и вообще, ну, мало чего. Ну это же не. Скушение такое, надо ли? Ну правда, что нет. Уже такая бита, что... Значит, глава девятнадцатая. Читай. Первый стих. Когда Иисус окончил слова сие, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейских, за Ярдамскую стороной. Телефон. Толк. Чем? Толкование. Опять приходит Господь в Иудею, дабы неверующие из жителей Иудеи не имели предлога оправдывать себя тем, что Он посещал их в Ежи-Галилея. Второй, шестой стихи. За Ним последовало много людей, и Он истерил их там. И приступили к Нему фарисеи, и, искужая Его, говорили Ему, по всякой ни причине позволит ли человеку разводиться с женой своей? Он сказал нам ответ, не читали ли Вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человека отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Толкование. Толкование. О безумие иудеев. Если бы Он сказал, что позволительно разводиться с женой по всякой причине, то Ему возразили бы, как же ты прежде говорил, что никто не должен разводиться, разве только с прелюбодением с женой? А если бы сказал, что вовсе не позволительно разводиться с женами своими, то Его уличили бы в противоречии Моисею, который велел прогонять ненавистную жену из благовидной причины и без благовидной причины. Он показывает, что Создатель с самого начала узаконил единоженство. Он в самом начале сочетал мужа с одной женой. Следовательно, не должно одному мужу сочетоваться со многими женами, ни одной жене со многими мужьями. Но как в начале были сопряжены, так и должны оставаться, не разрывая сожительство без урожительной причины. Богу угодно, чтобы они по сопряжению жили так неразрывно, что позволило им оставлять родителей и прилипляться друг к другу. Если же они, Адам и Ева, стали одной плотью, быв соединены посредством совокупления и естественной любовью, то расторгать законных супругов так же неприлично, как рассекать собственную плоть. 7-й, 10-й стих. Они говорят ему, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Толкование. В Порисеи, видя, что Господь заградил их уста, пришли в затруднение и указывают на Моисея, будто бы противоречащего Христу. И говорят, как же Моисей заповедовал давать книгу разводную и отпускать жену? Почему Господь, обращая всякое обвинение на их голову, оправдывает Моисей и говорит, Моисей дал такой закон не по желанию противоречить Богу, но по вашему жестокосердию, чтобы вы, желая вступить в брак с другими женами, по своей жестокости не погубляли первых жен. В самом деле, будучи жестокими, они стали бы убивать сами жен, если бы Моисей принудил их не отпускать их от себя. Поэтому он запомнил давать женам ненавидимым своими мужьями письмо разводное. А я, продолжает Господь, говорю вам, что хорошо отпускать жену блудшую, как прелюбодейцу, но если кто прогонит не соблудившую, тот виновен, если она сделается прелюбодейцей. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Корихтеном 6.17. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая-то варь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашему». Римлянам, 8 глава, 36-39 стихи. «Жена, ежели она не прелюбодействует, не должна быть изгоняема, хотя бы она была и злая. Лучше не жениться и бороться с естественным вожделением, нежели взять и терпеть у себя злую жену». «Жена, ежели, не злая. Это все с самого начала смотреть, да? Злая, наверное, злая?» «Ну, как ты узнаешь? Когда мы дружим, что злые качества по те отрицательные стороны свои показывают. Каждый старается себя прямо в светочек представить. А потом, во время жизни, да? Уже начинаешь углы эти сглаживать, уступать и все включать». «То есть у них можно было, что ли, там, жену взять и убить спокойно, да? Раз мы висели так?» «Будет случай. Значит, будет случай. Не понравилось у тебя?» «Наверное, больше женщин нет». «Я не могу сказать, что он убил и заново женился, что ли?» «Ну так, наверное, убил и женился». «В монастырь со славой, все как андрей заши». «Нет, ну, так не купи, все». «Одиннадцатая, двенадцатая стихи». «Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано?» «Ибо есть скопцы, которые из чрева Матери не родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Тебесного. «Кто может вместить, да вместит толкование». «Даруется сохранить девство тем, которые от сердца просят. Подвиг девства, говорит, есть жребий и море. Есть скопцы от утробы Матери, то есть люди, которые по природному сложению не имеют влечения к совокуплению с женами, но их целомудрие не приносит им пользы. Есть и такие, которые оскопляются людьми. Оскопляющие же сами себя ради Царствия Божия, суд не те, которые отрезают у себя члены, ибо это преступно, но те, которые воздерживаются. Понимая так, бывает скопец от природы, то есть, как вышесказано, по природному сложению, не склонный к любострастию. Оскопляемый от людей есть тот, кто удаляет от себя разжение плотской похоти вследствие человеческого наставления. Наконец, оскопляющий сам себя есть тот, кто не по чужому, а по собственному расположению, добровольно, решился на подвиг целомудрия. Таковый очень хорош, потому что он независим от других и сам произвольно вступает на путь к Царству Небесному. Таким образом, он не принуждает к детству, не возбраняет и брака, но детство предпочитается. Более возбуждено. Более возбуждено. Почемуgos? Таким образом, что насилие всегда считалось и неблаговечным. А если человек сам стал на этот путь, то он уже идёт, да? А принуждение это все ведет к нам. 13-14 стихи. Тогда привезли были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Са, что Небесное». Толкование. Матери принесли к Нему детей, да через возложение рук благословит их. Но как они подходили беспорядочно и шумно, посему ученики и возбраняли им. А вместе и потому, что думали, не унижается они достоинства их учителя тем, что приносят к Нему детей. Таковых, то есть простых, чуждых злов и лукастов. Посему, если иными, к какому учитель приходит с детскими вопросами, он не должен отсылать их от себя, но принимать. Ну, наверное, с детскими, наверное, не с пустыни, а просто по простоте, с простыними. Пятнадцать и семнадцатые стихи. «И возложив на них руки, пошел оттуда. И вот мне, кто подойдя, сказал мне, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал вам, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Толкование. Подошел ко Христу не как к Богу, а как к простому человеку. Если ты называешь меня благим, как обыкновенного учителя, то называешь не так, потому что никто из людей не благ сам по себе. Это, во-первых, потому что мы обыкновенно бываем переменчивы, обращаемся от добра к злу. Во-вторых, потому что человеческая доброта в сравнении с добротой Божией есть худоба. 18-19 стихи говорит ему, «Какие, если уже сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжи свидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего как самого себя». Толкование. Господь отсылает попросившего к заповедям закону, дабы иудеи не сказали, что он презирает закон. 20-24 стих. Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и рождай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Услышав слово синее, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное». И еще говорю вам, «Удобнее верблюду пройти сквозь икольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Толкование. Некоторые осуждают юношу всего, как человека хвостливого и тщеславного. Как он говорит, исполнил заповедь о любви к ближнему, когда был богат. Никто, любя ближнего, как самого себя, не может быть богаче ближнего. А всякий человек есть ближний. Тогда многие терпели голод и были без одежды. Если бы он был милостив, то не был бы богат. Что ты соблю по твоим словам, то говорит соблю по-иудейски. Если же хочешь быть совершенным, то есть моим учеником и христианином, то пойди, продай имение свое и тотчас раздай все. Вдруг не удерживай у себя ничего, даже и под тем предлогом, чтобы подавать постоянную милостыню. Не сказал «давай бедным», то есть понемногу, но отдай вдруг и останься без всего. Иные, подавая милостыню, ведут жизнь, исполненную всякой нечистоты. Ибо хотя он желал, и почва сердца его была глубока и тучна, но ее заглушили терния богатства. Кто имеет немногое, тот немного связывается богатством, но больше богатства налагает крепчайшие узлы, узы. Богатый не войдет в царство небесное, пока богат и имеет у себя лишнее, между тем, как другие не имеют и необходимого. Некоторые под верблюдом разумеют не животное, а толстый канат, употребляемый корабельчиками при бросании корей для укрепления корабля. Еще люди говорили, что там такие ворота, да, они какие-то были называемые? Вернистры. А елки-станат. Ну и все. Мы там были проектины. Среди сравнения. 25-26 стихи. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, «Человекам это невозможно. Богу же все возможно». В толковании. Человеколюбивые ученики спрашивают не для себя, ибо сами они были бедны, но для других людей. Господь же научает измерять дело спасения не человеческую немощью, но силую Божию. А при помощи Божией, кто начнет быть нестяжательным, тот успеет и в том, чтобы отсекать излишнее, а потом дойдет и до того, что станет отказывать себе и в необходимом. И таким образом, при той же помощи Божией, благоуправится и получит Царство Небесное. 27-й, 30-й стихи. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавши за Мною в паке бытии, когда сядет человек, сын человеческий на престоле славы своей. Сядете и вы на двенадцати престолов судить двенадцать колен Израилю. И всякий, кто оставит домой или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми и последними, и последние первыми». Полкование. Хотя Петр, как человек бедный, по-видимому, не оставил чего-либо большего, но знает, что на самом деле и он оставил многое. Мы люди обыкновенно и за немногое держимся крепко. А Петр, кроме того, оставил все сибирские удовольствия и самую любовь к родителям отказался от сродников, от знакомых и даже от своей воли. А ничто так неприятно для человека, как своя воля. Впрочем, и все означенные страсти восставили не только на богатых, но и на бедных. Уже ли в самом деле сядут, как говорит Господь? Нет. Под образом сидение означено только преимущество чести. Но уже ли сядет и Иуда, который был там вместе с другими, когда Господь сказал сие слова? Также нет. Ибо это сказано о тех, которые решительно последовали Христу, то есть до конца, а Иуда не до конца последовал ему. Бог часто обещает благо достойным, но когда они изменяются и становятся недостойными, отнимает у них эти блага. Подобным образом поступает он и с непокорными, часто грозит им, но не посылает беды, как скоро переменятся. Под поки бытием разумеет бессмертие. Да, бы кто не подумал, что вышесказанно относится к одним ученикам. Господь распространяет свое обетование на всех, творящих подобное тому, что творили ученики. И они вместо сродников по плоти будут иметь свойства и братства с Богом. Вместо полей рая, вместо каменных домов горний Иерусалим, вместо отца старцев церковных, вместо матери церковных старец, вместо жены всех верных жен, не в брачном отношении, нет, но в отношениях духовных, в духовной любви и попечении о них. Впрочем, Господь не просто, не без причины велит отделяться от домашних, но тогда, когда они препятствуют благочестию, равно как, когда Он повелевает возненавидеть душу и тело, не следует, что должно убивать сами себя, но что не должно щадить себя для соблюдения веры Христовой, когда потребуют того обстоятельства. когда же Марк 10, 30, при всем говорит, что с избытком получит еще в нынешнем веке, то это надо поразуметь о дарованиях духовных, которые несравненно выше земных и служат залогом будущих благ. Пользующиеся этими дарованиями бывают великой чести, так что все люди с уважением просят их молитвы, дабы для них получить божественную благодать. Здесь намекают на иудеев и язычников. Иудеи, бывшие некогда первыми, сделались последними, а мы язычники прежде последними стали теперь первыми. иудеев иудеев дабы, иудеев дабы, иудеев Следующий, когда глава, двадцатая, первый, с первого по седьмой стих. Ибо царство небесное подобно хозяину добру, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздновать, и им сказал, «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. А опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал тоже. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздновать, и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздновать?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Толкование. Иисус есть Царство Небесное, и Он подобен человеку, ибо принял и образ наш, но есть и домовладыка, ибо владычествует над домом, то есть над церковью. «Сей-то домовладыка Христос, и шел из недок отчих, и нанимает делателей виноградник, то есть для исполнения заповедей и исследований Писаний. Каждого из нас Он нанимает для возделывания виноградника, то есть своей собственной души, но нанимает одного утром, то есть в юном возрасте, другого в третьем часу, то есть около 25 лет. Иных в шестом и девятом часу, то есть лет тридцати от роду и вообще в мужеском возрасте. И в одиннадцатом часу старцев, ибо многие, и в старости уверовавшие, получили спасение». Здесь можно сказать, в какой час Господь кого из нас призвал. У меня от вас шесть лет, считай, в какой разряд попадаю. Комментарий. «Господь ищет делателей на милу свою. Господь все делает в этом направлении руками людей, желающих сотрудничать с Ним. Нужно постоянно молиться о таких архиереях, епископах в церкви, которые пережили рождение свыше, у которых была встреча со Христом. А тех, которые воистину крещены Духом Святым, которые любят Слово Божие и дело проповеди его ставят на первое место превыше всего. Тогда они будут искать подобных служителей и на низшей должности, а не держать возле себя людей во признаку личной преданности. «Если нет проповеди жирной, в каком-либо приходе, нет духовного рождения, архиерей должен бить тревогу и вникнуть. Почему вымирает вера в людях? Почему наступила демографическая катастрофа в духовном плане? Сегодня говорят только о физической беде с рождаемостью. Из великих наций русская нация сегодня быстрее всего исчезает с лица земли». Православная церковь сегодня находится как бы в резервации, но уже не от безбожных властей, а от невозрожденных епископов. И это страшно. Может случиться, что православная вера вообще исчезнет и останутся только единицы верных Евангелию. Святые мужи об этом не раз говорили. Восьмой и шестнадцатый стихи. «Когда же наступил вечер, говорит господин Виноградников, управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динари ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не власть на своем делать, что хочу? Или власть твой, завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, и во много званых, а мало избранных». Толкование. Вечер есть кончина века. При кончине все получают по динарию, то есть благодать Святого Духа, которая обновляет человека по образу и соделывает его причастникам Божественного естества. «Боли подрудились жившие до пришествия Христова, ибо тогда смерть еще не была разрушена. Дьявол не был сокрушен, и грех еще был жив. А мы по благодати Христовой, оправданное крещение, получаем силу побеждать своего врага уже наперед, неизложенного и умершленного Христом. «По первому толкованию те, которые в юности умеровали и последовали Христу, понесли более труда, чем обратившиеся в старости. Ибо юноши в борьбе со страстями испытывают тяжесть от собственных движений, гнева и чувственного вожделения, а старые остаются спокойными. Однако же все удостаиваются одного дара – Святого Духа. Эта притча научает нас, что если кто и в старости покается, то сподобится Царство Небесного. Праведникам уготованы столь многие и столь неизвлеченные блага, что они могли бы возбудить и зависть». Ну, сказали, что у Бога обители много, то есть все равно каждому по делам будет. Одни мученики, другие. Недавно прочитал, «Мать Тереса причистили к рику святых католиков». Недавно. Буквально неделю назад. Есть фильм «Мать Тересы четырехсерийный». Кто не смотрел, посмотрю. Хороший фильм. Она умерла в 1997-й полгод. Албанка. По национальности. Служение у нее было, так сказать, общественное. То есть на улицах Калькутты, там вот этих индийских городов, где много бедноты, неграмотных, обучала грамоте под открытым небом, на песке фактически. Ну, вот так вот. То есть там не сразу ее допустили к этому служению. Она же монашка. Вот. Как-то это очень нелегко пошло. Там папе писала. И все-таки добилась этого. То есть своеобразное служение такое. И где-то сейчас там сколько-то бедноты, антисанитарии, что творится. Так что нелегкое было ее служение. Ну, вот читаю много. А как себе-то применить самое главное? Получается, как бы у нас, то есть схоластика, ну, прочитали, узнали. Ко мне, вот, как к себе это применить? Наверное, самое главное, чтобы Слово Божие действительно, оно в нас проявлялось через руки, ноги, да? То есть через дела. Услышал, поверил и исполнил. Это самое главное. Зачастую бывает услышал, поверил о исполнении. Ну, хромает, так скажем. Или услышал, но не поверил. Так вот, все вот эти три шага должны быть обязательно. Иначе просто напрасно все это будет. Ну, может быть, потом, когда проявится. Но сейчас, говорит Писание, время благоприятное, сейчас день спасения. Но раз мы думаем, вот завтра то-то сделать, то-то откладываем, откладываем. Ну, в житейских делах это бывает, да? А вот день спасения, вот сейчас. Никаких отложений не должно быть. Как у этого Марцинковского, молодой человек подошел, самодовольный такой. А сколько надо для покаяния? Ну, он подумал и говорит, ну, минут пять. Ну и пошел. Ну, молодой человек, он у нас лет, говорит, не думайте, что эти пять минут могут быть. Ну, может и не быть. Настолько мы привыкли. Вот тихое мирное время, а что в Сирии? Там фотографии, вот смотришь в интернете, Донбасс. Бабушка в доме своем, и дыра в такая стене, прям снаряд туда попал. То есть люди сейчас гибнут, терпят такие бедствия. Думаешь, слава тебе, Господи, вот Господь дает нам это время еще, какое благоприятное. Или фильмы о войне смотрим, как это все происходило. Лишь, наверное, единицы понимали, что это вот как бы Божий промысел такой, да? Ну, вот еще, как бы, дополнить, о Царстве Божьем любил, о нем свидетельство, о Данииле Сысоеве, близке ей, жена его, не помню там звать, как ее, Юля, матушка Юля, да, любил, говорит, о Царстве Божьем размышлять. Мы даже смотрим, ну, осень, прекрасное время года, да? Как тут красиво. А это все только, как бы сказать, проекция той красоты, которая там будет. Что нас там ожидает? И глаз не видел, и уха не слышал, и на сердце у человека того не было. Что Бог приготовил любящим его? И вот через природу окружающую, вспомнить о небесном, сразу как бы на высшую ступеньку поднимаешься. Господи, как тут красиво. А там как будет? Стремиться? То есть, многие говорят о патриотизме. Сегодня у нас братом немножко говорили, заходил в гости. Я говорю, о небесном патриотизме кто говорит? О современных, что говорят? Небесное Отечество. Ну, святые отцы это говорили, это в прошлом. А вот сейчас, чтобы на наше время, все говорят о Великой России, оружие там показывают, хвалятся, что такие супер вооружения. А небесное Отечество, кто об этом говорит? Вот Даниэль Сусоев говорил об этом. Призывал, сколько мусульман. Миссия была определенная. Ну, то есть, подражать, конечно, таким надо. Тем, которые впереди идут. Лучшее почитание святого, это подражание ему. Ну, вот так вот, какие мысли у меня возникли. У кого еще что? Ну, как мы привыкли, что у нас один ведущий, а сами-то не думаем, как правильно. Слушаем, слушаем, и правильно. Слушать приятно. А самим думать, и потом осуществить. То есть, надо начинать помаленько. У кого какие-то вопросы, что-то где-то кто-то прочитал, обсуждать. За неделю-то что-то накапливается или ничего. Ну, вот еще здесь говорится, что сказано о тех, которые решительно последовали Христу. Это на 27-30 стихи. Решительно следовать за Христом. Этой решимости у нас не хватает. Оно проявляется и в малом, и в большом. То есть, встать пораньше, тоже некая решимость, неохота. Все постель вагнитом притягивает. И так вот, если целый день рассмотреть, и решимости не хватает. Как Серафим Саровский говорил, не хватает решимости. Смотришь, вот в мирских делах, спорт, например, выступают гимнастки. Три. И название ролика на грани возможного. То есть, кажется, это все уже. Нельзя такое сделать. Они там такие кульбиты делали. Маленькая, средняя и большая. Ну, фантастика просто. Наши, российские. Сколько надо тренироваться. Все там от пола проносится. Сантиметра два. Ну, как полчаса за день разобьется. И это ради чего? Чтобы зрелище выступило. Там первое место было. Награды, деньги, слава. Все такое. А для Царствия Божьего как мы трудимся? И вот множество примеров из жизни можно брать, когда подумаешь, Господи, какой же я слабый и немощный, что человек в миру старается какое-то дело, профессионализм оттачивая. А мы настолько нерешительны, нерадивы и ленины, порой бывают. Для чего? Чтобы вот именно до Царства Божьего дойти. Ну, вот такие мысли. Еще у кого что. Ну, тут последнее. Праведникам уготованы многие неизвеченные благи, что они могли бы возбудить и зависть. А у кого зависть они могли бы возбудить? У своих же верующих-то что завидуют? Ну, и так понятно, что. Благо, и многие, каждому по заслугам. Ну, вначале завидуют те, которые с первого часа работают, тем, которые родились на общество. Для самой юности в храм хожу, службы эти отстаиваю, а тот в старости покаялся и уже спасет. Ну, несправедливость. Даже как бы не зависть, я не знаю. Тут уже не справедливость, а милость. Милость Божия. В старости вот приходят и... Ну, а разбойник... Тоже вообще ничего не делал, да? И часто этот случай вспоминают. А вот разбойник. Так это исключительный случай, чтобы так это было. Когда боль, агония, когда мысли-то не о том. Люди, бывает, кулят. Все вокруг и Бога, в этом состоянии. А тут... Поэтому говорят, пример-то приводят, но до конца не понимают, что какой-то случай исключительный. Ну, и первого шел, Златоуст об этом говорит, в раю один. Как бы вот в образ его рисует. Разбойник. У Бога все как-то не так, как у людей. Так вот эти позавидовали. Ну, как так? Ну, несправедливо же. Я тут зной перенес, все, утомился. Весь в пыли. Гватают пыль на комбайне. А тут вот вечером подошел, поработал и все. И таких стариков тоже мало, которые на грани, на отсмертном андревке вносят покаяния. Ну, много званых мало есть. К сожалению, что они уже есть. Вопрос такой, Василий, почему зависть-то возникла? Ну, вот Алексей задолго. Это же самое. Почему зависть-то возникла? Ну, вот почему? Что... Вот, объяснил же, что я там с самой молодости, значит, тружусь, а тут уже там предсмертный, может быть, старик какой-то покаялся, или он раз те же блага, или, может быть, там, как-то... Я просто соблюдал, там, не знаю, все там где... Ну, зависть-то это страсть. Ну. Получается, что дьявол подошел и стал искушать его. Так получается. Он говорил, как, он говорит, я не за ту же плату тебе. Ты чего? Я уже понят. Ты за эту же плату, все. Значит, тут нет. Тут договор дороже денег, как говорится. Все. Ну, вот. А у нас там один путь спасения и один договор. Вот, если ты обратился, если ты выполняешь жилье, стараешься жить по закону Божьему, вот это уже все. Это уже, в принципе, не то, что там вести наши, как говорится, заслуги или наши, как говорится. И не должен вообще отнимать меня на то, что кто-то пришел позже тебя, кто-то... И ты ирановый целиешь. То есть, получается, лукавый сеет вражду. Ну, лукавый он постоянно сеет. А зависть – это один из элементов вражды. Все. А он повелся, потому что был неопытный на это, и поддался этому влечению. Стал его вратать. Ну, а с другой стороны, как избежать этой зависти? Если она появилась, а как ей избежать? Игнатий, что скажете? Добавьте комментарии от своего. Ведь это же виноградник – это то же самое общество работающих. Какая цель? Цель какая у них? То есть, достичь какие-то блага, материальное или что. Но под виноградником имеется вне царствия Божия. Это притча. Но война начинается уже. Начинается. И лукавый сеет сильно. Как избежать этого? Вот послушай, к кому избежать? Избежать выполнение, из кого бы выполняет завтра не Божия? Значит, он не исполняет? Господь говорит, что вы мне говорите, Господи, Господи, а завтра не исполняете. Разве это непонятно? Вот все. Надо исполнять прежде всего. И стараться исполнять. Мы не своими силами, не своими подвигами, так сказать, идем в Царствие Небесное. Именно по вере и по вере, согласно вере, мы делаем дела. Если я доверился Слову Божию, значит, я должен так поступать. И вот если я знаю, что это зависть, это грех, то почему я должен, значит, если я завидю, значит, я уже грешу. А раз грешу, я уже погибаю. То есть не бодрствую. Если я тружусь, то не бодрствую. Да, да, да. Получаем его так, и так получается ропот недовольства. Да, бодрство, зависть-то это. А иначе как? Иначе никак. Почему мы все время так грешим? Говорит, человеку это невозможно спастись, правильно? Богу, если мы на все Богу, и вот говорят, Бог справедлив к нам. Бог не столько справедлив, сколько милости. Если нас по справедливости, то мы навряд ли спастись. Спастись. Только по милости Божьей мы спасаемся. Мы просим милости Господа. Понятно. Тогда другой вопрос возникает. А чтобы избежать страсти, зависти, влияния на себя, что нужно сделать? И должен делать, работать с собой, как просить Господа, чтобы избавить от этого греха. Это труд его. Можно сказать, что справедливый труд. Он трудится, трудится, потеет, нажареет. То есть где-то есть та точка, где надо, как сказать, не дать, заманиться, заманить себя. Причем зависть. Так раз не бодрствую, получается, собирали виноград из пары. А что он был? Он, в нем чувства были совсем другие. Он был не милосердный. Потому что, когда ты трудишься ради Христа, и для Христа, чтобы ты это делаешь, то у тебя, вход для тебя в страсти и зависти не будет. Не будет ее. Потому что благодать Божия, когда ты трудишься ради Христа, она блокируется, влияние, давление на тебя этой страсти. Вот почему. Мы постоянно должны работать над собой. Потому что мы должны любой труд делать во славу Божию. Как труд, да. Да, вот что ты делал, ботел, пыль, нажареет, еще что-то, терпел голод и жду. Да, я это делал ради Христа. И тогда лука у тебя не сможет на это поймать. И робота не будет, и войны не будет. Недовольства не будет. И зависти не будет. И дависти не будет. Если правильно жить именно по задуму Христа, то у нас ничего не будет. Но, к сожалению, мы все подвержены страстям. Все амбиции, все это самое, все. У нас, может быть, когда действительно тронет, все нормально. Как что-нибудь тронет, больше меньше. Кто-то сдерживается, кто-то нет. Когда-то сдерживается, когда-то нет. Все это человеческое. Но мы не говорим, что это правильно. Это все значит идем против воли Божьей. Все. Но мы вот такие. Мы слабые. Мы в теле. Мы не можем так, как святые отцы, допустим, подвижники уходили. Они ревностно там. Может быть, они действительно от всех соблазнов мира. Да, там, может быть, с одной стороны проще. А с другой стороны, возьми в миру. Вот ты в миру, как на прошлом занятии было, правда. Надо вот такую волю иметь, чтобы просто устоять от всех этих соблазнов. Поэтому большая должна быть, как говорится, тебе такое желание. Один должен быть. Своему роду надо. Даже это громко скажем. Господь сказал, возможно, людям, возможно, Богу. Благодатью мы спасены. Да, значит, мы через молитву. Вот я и говорю, молиться должны об этом. Чтобы послал нам Господь противосилы, противостоять всем. Потому что есть благодать Божия. Благодатью Божию вы спасены. И синий не от вас, а дар Божий, вам христи и супер. Конечно, конечно. То есть, сдержать надо это. Да, совершенно. Вот тут, в стихе, в этом 8-16, тут и написано. Так будут последние первыми, а первые последними. Ибо много званых, а мало избранных. То есть, Господь и наградник зовет многих. А мало и... Вот, знаешь, первые, получают, что, значит, и ходят в храмы, там, и они все, знаешь, все на виду. Они там, знаешь, все, кто с указкой стоит, там, ну, я смотрю, наши даже учили, да? Вот, все. Они считают, что я там все. Видите, они веруют. Бог-то по-другому считает. Он на мысли и на дела твои, на сердце твоем, на все. Именно исполняешь ли ты закон и Божий. Вот основной принцип, основное, как бы, стержень этого спасения. Смысл христианства. В исполнении закон и Божией. Все, любовь. Я, Богослову говорит, что я, это самое. Когда вы исполняете заповеди мои, значит, вы любите. Если любите меня, кто любит меня, тот исполняет заповеди. То есть, опять же, любовь. Любовь, действительно, это же не принцип этого, это самое. Не сердечное побуждение, а принцип сердечного этого самого. А христианство в образе жизни. Принцип того, чтобы выполнять заповеди Божьи. Это, ну, элементарно, по-моему. Все отцу выведет. А над этим надо работать. А работаем мы, покажем, только если можно. С мира своего понимания, сил, возможности и так далее. Верой. Ну, людей бы было доверие Богу, действительно. Вера, это что? Это, прежде всего, доверие Слово Души. Да. Если бы вот она была, как бы, у Моисея, у Даниила, у других подобных, да? Да, действительно, тогда бы он как? Говорит, видя, не видел, он был тверд. Действительно. Вот если бы такая была, ну, к сожалению, то, ой, у меня такая жесть. Иной раз, да, вадушевляешься, как-то это. В другой раз, как-то все это, наверное, так происходит. Все, все еще так. Мы слабые. Это надо признать. И своими силами мы не сквозьаемся. Только меденствия Божьей. По, ну, конечно, наше расположение, наша молитва, мы обязательно, наша, сам какой-то, ну, Божий, стабильниками. Да, да. Если говорить в комментариях, то с самого начала надо вернуться к сегодняшним заметиям. В этом заключается что-то. В первом послании Коринфянам, 10 главе, апостол Павел перечисляет события, которые не украшают Израиль. Сколько-то отступило, кто-то принес жертву, Бог покарал их, и дальше перечисляет следующее, следующее. Что? На худых поступках учатся люди, иногда больше, чем на хороших. Это Глава говорит о том, 6 стих, а это были образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были походливы на злое. Как они были походливы. Павел знал историю, он сам был в то время, учитель Израиля. И учитель неплохой, Бог Гамалеела учился. Ну вот, некоторые события он упомянул. Возьмем мы события. Спокойно выслушаем. Израиль только образовался. Они видели, что у других народов есть царь, президент избирает. А у нас пророки какие-то, учителя. Тоже хотим царя. Ну и допросили царь, и Бог услышал. Зачем? У вас пророк Самуил есть. Тут не надо заранее думать, а как к нам относятся. Оно события покажет. Господь говорит, а не отвергни тебя, а не меня отвергни. И ни один Израиль этого не видел. Я прошу царя, царя, чтобы порядок был в стране, хороший президент. Ну, в самом деле, разворовывая государство, чтобы жестко, ну, не зря Сталина желает сегодня людей. Портреты его вывешивали, с портретами Сталина идут, голосуют. Это понятно? Ну да. Но вы знаете, царь, что будет делать? Он сыновей ваших будет рекрутировать, парфель возьмет. Жен ваших возьмет работать. И дальше все перечисляет. Все его будет. Пускай, как у других народов, чтобы Бог объявить войну, мы выступили. Хорошо, я дам, я дам. И Бог избрал такого, что стоит полщища, сто тысяч человек, а он выше всех на одну голову. На голову выше, это большая разница. И красота, и скромность. А где он? А он в обозе. А он сплетался под телегой, или Господь его вывел на руках, а какого избрал? Бог избрал. Но вот это избрание им станет поперек. Из него получится деспот. Это будет тоталитарнейший режим. Он будет в священниках убивать, вешать и женщин. Он все начнет истреблять. И главное, беда его, он будет гоняться за помазанником Божьим, которого сделал зятя, а потом гонялся, убить его, в постели убить со своей дочерью, которой был. Чем закончилось? Бежал в окно. Она положила там статую козьей шкурой, прикрыл. Он выскочил и убежал. Представьте, псалмов бы не было ни одного. Ну, не было бы побед, там, сакелага. Это все проходящее. Но псалтыри бы не было. Как Бог его хранил, своего помазанника. Понятно? А вот понятно, это не до конца. И когда пришел к нему самую-то, а он жертву привез. Почему? А почему ты задержался? Почему ты не позвонил? Насколько минут опоздаешь? Почему не дал нам знать? Не три минуты, а может быть три дня. И он говорит, Бог отнял на тебя царство. Он так вырахнул. Да народ разбегается. У вас 15 человек сидело. Нет, кто еще не вышел. Ну, допустим, там 15 тысяч, тысяча ушла. Ну, 14, это здесь. Ну, народ разбегается, я решил его жертвой задержать. Никогда, ни один молерий не начнется, если здесь есть священие. Где-то батюшки нету, стоят спокойно. Я был в одном месте, достоялись до второй службы. Нету батюшки. Стоят туда-сюда служащие. И дьяков здесь нету. И все молерий, им только не литургия. И стоят и ждут. Приведите себе. Три минуты не могли подождать. И вот этим Господь испытал. Да еще ты обижен, да ты тот... То есть уже делают гневные подпорки этому объяснению. Это вас Бог испытал. И что? Разбегается стал народ. А теперь Самуил говорит, тот не отбор с адства. Встал, пошел, ну, по делу, завязывай его. И разорвал. Ну, почти меня перед народом. Ну, принеси жертву. Я принесу жертву. Но царство уже ушло. Бог изберет другого помазанья. Помните? А это были образы для нас и для сегодняшнего дня. А почему? А потому, что у вас опыта нет никакого по определенной статье. Я говорю про интернет, про книги. У тебя опыт большой, нет? Преподавание где-то есть? Нет. Я вот это только в одном университете 19 лет был занятием по блаженному профилакту. Это какой опыт? 19 лет, один предмет вести. Программа 5 лет. Сначала было 4,5. Стоило того? И 15 лет, и ни один не сказал. Подожди. Мы же собираемся. Ну, записью нет. Чего запись без нее и так? А ты знаешь, через эту запись сколько людей пришло? В прошлом году 12 крестили, все пришли через запись. У вас благодарность нет Богу? Израиль-то, Сануил, собрал. Его Бог избрал и показал. Вот приезжает Михаил Кальмаев был. Как? Пленка моя оказалась. Пленка, беседы. Он по пленке искал, потом попало к нему, он сравнил. Это похоже. А там нет адреса на пленке-то. Он давай звонить. Я ему отказал. Наконец-то он приезжает. Крестница Нина. Крестница приезжает там в семейство. Его мама уже отошла. Это все? То, что вперед была, пленка прокрутилась. Пленка. Это Бог делает так. А всего ничего. Три минутки. Но ты знаешь, что остальное-то будет по-другому на занятиях. Опыта того нету. Нету. А что у меня? А заметь, я прослежу как. Батюшка дает сигнал хороший. Приехала к Тане. Таня за картошкой в свободное место. А я не слышу. Ты сколько ко мне платой? Он трясется телефон. А так я не слышу. Я не слышал. Чего ты молчишь? Ну нет, не слышал. По то время Володя здесь. А сегодня в записи я не делал. Он делал. Мы меняемся аппаратурой. Он мне свое отдал. Я списываю. Моя висит у него на шее. Я не забыл про это. Распутываю провода. Вы видели, что я ходил здесь. Я никуда не делся. Не уехал. Не записывал. Заклинило. Выправил ее. Да. Все. Что-то где-то нажалось. Но мой аппарат. Этого нет. Теперь мне что? Я скорее тут рядом съезжу. Дорога идут. Валя вот. Валя, скажи, что я сейчас приеду. Домой прибегаю. Нет аппарата. А мы только что обменялись. Я положил на полку его там. Я его в руки-то не отдавал. Я тогда думаю, а где же он есть? Да он же Володя. А где Володя? Володя едет. Я опять туда и еду. Я вот так вот там на одном месте. А мы спокойно все начали занять. Жертву приносится. А результат будет другой. Вот уже не надо говорить. Он будет другой. Почему? А это опыт. Тут просто с человеческим языком. А это были образы для нас. Я прибегаю здесь и прошу. Давайте. Я не перебивал никого. Я просто не прошу. Я никого не перебивал. Я говорю, ну три минуты. Это не литургия. Можно начать. Почему? Наши записи смотрят. Вот сейчас просмотр у меня. Три миллиона. Миллиона. Семьсот восемьдесят тысяч. А здесь ни одного нефти чужого. Это люди из Австралии смотрят. Пишут. Просятся приехать. С Америки, с Канады, с Англии, с Франции. Я не беру российский только. Ну ты знаешь, сколько заходят. Если четыре тысячи там подписчиков, хоть как чего-то стоят, это новые души. И они ждут занятия. А занятия будут необычные. Три минуты. Три минуты. Я их объясняю эти три минуты. Почему? У меня опыт, что там ждут люди. А у тебя опыт какой? Нулевой. Да что ты? Без нее что? Без нее как раз и не тот результат. По этим записам сколько пришло? Вы какие отзывы давали? Роман там дает, Устина. Да такие отзывы дает замечательные, просто на ролике. Это новые души. Я заботюсь о них, а ты. А ты этого не видишь, не знаешь. Как же, с кондачка судишь. Мне забота не о тех людях, которые передо мной, а которые далеко отсюда. И они все время ждут. Утром, один час опоздал, уже огнем у вас, что случилось? Почему нету? Лена сегодня сказала, у нас на грани своих двух учителей, своих увольняют. Назад не восстановить. А что сделали для этого? Что-то предпринимаем. Ну, удастся или нет. Но, опять же, все это с интернетом связано. Со встречами с людьми. А это вот отсюда. Комментарии-то здесь. Мои комментарии. За 900 лет впервые появились комментарии. За 900 лет во всем мире никто ни одного буквы не написал. Я филакту. Я даю 297 комментариях. Я переполнен этим. И что? Тусал Бадин сказал. Ну, давайте еще только маленько почитаем. Три минуты. Что значит? Ничего подобного. Свободно, сели, руководящий нашелся и порулили. И после каждой фразы остановка. А что дальше? А как вы думаете? А тут сидит прокомментируете. Ну, ты-то это понимаешь. Ну, разный у нас опыт. Ты сказал. Я не пойду к тому, у кого нет опыта. Что я к ней пойду? Она не пчеловод. А ты мне говоришь. Что я пойду к тому, который благовестием не занимается? Ты дам понять, к кому ты пойдешь. Сегодня ты не сработал на эту тему. А один из 15 хотя бы сказал. Давайте подождем. Подождем. Ну, подождали меня. Он не пришел еще. И отказалось от этого царства. За этим слишком многое стоит. Я говорю, опыт. Его ничем нельзя заменить, потому что там вложена жизнь в этот опыт. Ни минута, ни две. Чтобы от этих книг не издать, я провел за компьютером 30 тысяч часов. А ты ни одного. Ну, сейчас правильно. 30 тысяч и ни одного. Почему? Бог. Это невозможно не ослепнуть. Устанавливается преподаватель здесь, Баутрох, Виктор Эдмундович. Барновка. И он говорит, так, ваши данные о вас. Как видите? У нас, говорит, там в институте, в милиции преподают. И там будет это. Производство. Почему? Потому что это нету. Горой практики. Ты учитывай все. Когда писал это, десятки, сотни книг пришлось лопатить. И нужную фразу. Из нужного контекста. Из нужного жития. Это невозможно. Это я назад оборачиваюсь. Как Виктор Гуглович. Ты удивляешься. Как по долине хватило мою правую руку. За этим провести столько. И этот опыт я даром даю. Даром. С громадным трудом добытый, я даю даром. Три минуты. И показали, что вы этого не цените. Можно? Могли остановить. Я показываю, как можно внимательно смотреть за этим. Можно? Кто ведущийся? Спрашивай. Я все. Я все сказал. Все правильно. Что у тебя опыт дар. Но ты не объяснил толку. Насколько ты уйдешь. И что такое. Мы даже не понимаем. Сидят здесь люди. Не понимают, что вы ходите туда-сюда. Ты бы сказал. Подождите немного. Хоть 10, хоть 30 минут. Подождали бы. Но так же не делается. Вот и раз. Ну кому ты сказал. Смешки. Все. Они оборудовали. Они шли уж помолить. Сказал таким же, как ты. Который ничего не смыслил. Ну что. И она не смысл. Даже я не сказал. Ну хорошо, что я здесь бегаю. Топут. Ну и гнать. Убежал сюда. Куда убежал? Может вообще ушел. Может даже здесь. Может и позвонить. 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 Занятие начинается. А у него нет барабача. Я сразу посылаю посылать. Ну-ка зайдите. Давайте молиться. Позвонить мне, молись, секунду. Плачите тебя, Бога, в лесу. Псюга. Песню благородную. И пыргинь, прожженую. И мать и богат, нашему честнейшую херубин. И славничую без сомнения Серафин. Безискляния, бога, слого хорошую. Сущей у Бога, Родица, я величай. Отец Ночный Бесный, благодарим Тебя за это тихое мирное время, за сегодняшний день, за эту возможность изучать Слово Твое, Святое и Вечное. Дай нам, Господи, мудрости в разумении Писания, положи нам Его на сердце, чтобы мы исполняли Его. Благослови нас здесь и пошли нам добрых насельников в наше село. Будь милостивным грешным, Господи. Посети всех, страждущих, болящих, враждующих, Господи, примири. Тебе же за все вечное слава, слава, Терцем и Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, когда Игнар Дейданович зашел, я сказала, что давайте еще раз помолимся. Меня все игнорировали. Никто. Завтра нужно было помолиться и начать занятие. Братья и сестры, когда Игнар Дейданович зашел, я за первые взрывы расчета. Притом, не знаю, но это не оправдание. И было это царство. Но царство, притом, оно всего седеется. И сам душой поймёт. Это чаячки. Ты как? Это право, конечно, на месте. Не сидите, не. Она не выбежала.